Большинство ученых считает, что каждый из нас имеет раковые клетки в нашем организме. Но наша иммунная система, как правило, успешно уничтожает их. Стоит отметить, что раковые клетки подавляют нашу иммунную систему, и опухоль становится больше и больше. Поэтому все, что укрепляет нашу иммунную систему, помогает нам в борьбе с раком. Исследователи во всем мире убеждены в необходимости использования аминокислот в лечении рака и профилактике онкологии. Эль-аргинин является одной из 20 самых распространенных в природе аминокислот. Долгое время аргинин был известен как биодобавка, популярная среди профессиональных спортсменов. Но все изменилось в начале 2000-х, когда ученые получили Нобелевскую премию за открытие и изучение свойств этой аминокислоты. Аргинин называют разведкой иммунной системы. Благодаря этой аминокислоте иммунная система работает правильно и быстро. Лечение рака происходит намного быстрее. Аргинин замедляет развитие опухолей и рака, способствует детоксикации печени, полезен при таких заболеваниях, как ожирение и цирроз печени, а также устраняет нарушения в работе почек. В журнале «Клинические исследования рака» ученые из Онкологического университета Колорадо напечатали статью, где говорилось, что лечение аминокислотой аргинин активизирует противораковые Т-клетки у пациентов с глибоапластомой, таким образом помогая иммунной системе очистить организм от рака. Аргинин при попадании в правильных дозах и в щелочной среде PH около 9,5 приводит к быстрому разрушению раковых клеток и приводит к исчезновению опухоли. Доктор Джо Прингергаст объясняет, что одной из основных причин использования аргинина является его способность безопасно доставить больше кислорода в организм, что очень полезно для больных раком. Весь мир альтернативной медицины соглашается с тем, что получая больше кислорода в тканях, уничтожаются раковые клетки. Когда уровень кислоты в крови высокий, а уровень кислорода низкий, то это прекрасная среда для роста рака, что традиционная онкология игнорирует. Аргинин открывает вены и артерии, что увеличивает кровоток и объем, таким образом поступает больше кислорода в клетки. Где брать аргинин? Аминокислоты аргинин в молодом возрасте достаточно в организме. Однако с возрастом после 35 лет аргинин начинает плавно снижаться в организме. Кроме того, в условиях стресса или во время болезни необходимость в этом веществе возрастает. Поэтому в таких случаях целесообразно рассмотреть возможность получения этой важной для здоровья аминокислоты дополнительно. Однако важно знать главное правило усвоения. Аминокислота в виде биодобавки почти не усваивается при приеме внутрь через желудок и кишечник, как другие. Но зато идеально и мгновенно всасывается в кровь через слизистую наружных органов. Достаточное количество аргинина можно получить из продуктов питания. Самая большая его концентрация отмечается в орехах, тыквенных семечках, а также мясе и рыбе. Он содержится в горохе, твороге, яйцах. Однако лидер по содержанию аргинина – это тыквенные семечки. Важный совет. Семечки должны быть органическими и отличного качества. Только от таких тыквенных семечек будет польза. Если вам интересна эта тема, напишите в комментариях и мы сделаем продолжение.